Библейский портал экзегет.ру представляет Шестая глава второй книги Парлипомана, читаю перевод российского библейского общества для библейского портала Экзегет. Итак, происходит освящение Соломонова храма. Мы прочитали, как он был построен, мы прочитали, как там все было расставлено, мы прочитали, какие там происходили действия по освящению храма в конце прошлой главы. Слава Господне наполнила собой храм Божий, так что никто даже не мог там находиться. А что люди? Вот как они все это понимают? У обрядов и ритуалов должен быть смысл, иначе это просто пустая форма. Затем Соломон сказал, в омгле Господь пожелал обитать дворец высокий, и тебе я возвел жилище, где ты прибудешь вовек. Это в ответ на то, что слава Господне наполнила храм, то есть человек проникает во все, что связано с Богом, лишь в некоторой степени отчасти. Но вот в саму его сущность, в эту самую глубину он проникнуть не может никак. Более того, подлинная слава, она несовместима с человеческим даже богослужением. Она больше и важнее его. Повернувшись лицом к общине Израиля, вся община Израиля стояла перед ним, царь благословил ее и сказал, а вот это да, вот благословить, молиться этот человек вполне может. И сказал, благословен Господь, Бог Израиля. Ныне исполнил он то, что обещал отцу моему Давиду. Господь говорил, с тех пор, как я вывел народ мой из Египта, не избрал я во владениях племен Израилевых ни одного города, в котором будет построен храм и для имени моего, и не избрал я никого правителем моего народа Израиля. Ныне же я избираю и Иерусалим, чтобы там пребывало имя мое, и избираю Давида править народом моим. Соответственно, и его династии, его потомки тоже должны быть царями, точнее сказать, царями должны быть только его потомки. Мой отец Давид захотел построить храм для имени Господа, Бога Израилева, но Господь сказал моему отцу Давиду, ты хочешь построить храм для имени моего? Это ты хорошо задумал, но построишь его не ты, а сын твой, зачатый тобой. Вот кто построит храм для имени моего. И вот Господь исполнил свое обещание. Я наследовал отцу моему Давиду и воссел на престоле Израильском, по слову Господа. Я построил храм для имени Господа Бога Израилева и поместил в нем ковчег, где хранится договор с Господом, который заключил он с сынами Израилевыми. Ну, это пересказ того, что мы уже читали раньше, и важно, что это Соломон говорит присутствие всего народа, то есть основные принципы. Бог избрал место, Бог избрал человека. Бог пожелал это сделать, а не мы своими какими-то трудами его вынудили или от него добились. Затем Соломон, присутствие всей общины Израиля, стал преджертвенником Господа и воздел руки. А в середине двора Соломон сделал медный помост пять локтей длиной, пять локтей шириной, в три локтей высотой. То есть такая как бы даже не кафедра, а молитвенное возвышение, что ли. И вот, став на него, Соломон, присутствие всей общины Израиля, и пал на колени, простил руки к небу и сказал, «Господи, Божий Израилев, нет Бога равного тебе ни на небе, ни на земле. Ты соблюдаешь договор с рабами твоими и хранишь верность тем, кто служит тебе всем сердцем. Ты верен обещанию, которое дал рабу твоему Давиду, отцу моему, что изрек ты своими устами, то ныне исполнил рукой своей». Ну, наверное, не нужно это как-то комментировать, то есть вновь и вновь он подчеркивает, что это решение Бога, и он исполняет свое решение, а то, что делают люди, это всего лишь внешнее проявление. «Будь же Господь Бог Израиля, и впредь верен обещаниям, которые ты дал рабу твоему Давиду, отцу моему. Ты сказал ему, твои потомки никогда не будут отторгнуты от лица моего, всегда будут на престоле Израиля, если только они будут соблюдать закон мой, если будут служить мне, как ты мне служил». Опять-таки, напоминание, что как раз для его человеческой составляющего, для человеческой составляющего этого договора эти обещания не безусловны, они зависят от поведения людей. «Господь Бог Израилев, пусть будутся твои слова, которые ты возвестил рабу твоему Давиду, отцу моему». Дальше очень важное примечание. Вот для язычника храм — это место обитания божества. Человек приходит в храм как бы к Богу в гости. «Поистине Богу лежит на земле с людьми. Небеса и небеса небес не могут вместить в тебя, тем более этот дом, что я построил». Понятно, да? То есть это не то, что ты здесь живешь, но зачем тогда оно нужно? «Услышь молитву раба твоего и прошение его, Господи Боже мой! Услышь вопль и молитву, которую раб твой рассылает пред тобой ныне. Да будут очи твои взирать на этот храм и днем, и ночью, на это место, в котором, как ты обещал, пребудет имя твое». То есть это место символического его присутствия и, соответственно, «И да услышишь ты всякую молитву, с которой раб твой сюда обратится. Услышь всякое прошение раба твоего и народа твоего Израиля, если будут они обращаться с молитвами, а ты услышь их из своей небесной обители, услышь и помилуй. Ты не здесь, но это место, где мы можем молиться тебе». Более того, и дальше пересказывается, это повторяет, в общем-то, сюжет Книги Царств, пересказывается несколько ситуаций, несколько основных моделей, в которых используется храм. «Если кто будет обвинен в грехе против ближнего, и от него потребуется принести клятву, и он поклянется пред твоим жертвенником в этом храме, услышь с небес и рассуди рабов твоих. Пусть обратится зло на злодея и воздастся ему по делам его, пусть станет явной правды явного и воздастся ему за праведность его». Первое после, собственно говоря, слов о молитве – это справедливость, правосудие, которые должны быть восстановлены. «Если народ твой, Израиль, будет разбит врагом в сражении за то, что согрешил пред тобою, но потом покается и восславит твое святое имя, и будет молиться тебе и просить тебя в этом храме, услышь с небес эту молитву, прости грех народа твоего, Израиля, и возврати их в страну, которую ты дал от самых и им самим». Ситуация поражения и бедствия – это тоже возможно. Не сплошной праздник, триумф, веселье, развлечение, но храм – это и место для покаяния, для возвращения. «Если затворятся небеса, и не будет дождя, за то, что сына Израиля согрешили пред тобою, и они обратятся сюда с молитвами и восславят твое имя, и покаятся в грехах своих, за которые ты их караешь. Услышь с небес эту молитву, прости грех твоих рабов народа твоего, Израиля, и укажи им путь, по которому они должны идти, и не спошли дождь на землю твою, которую ты дал своему народу во владение». Опять-таки бедствие, которое понимается не просто как слепая игра природных сил, но как наказание, а наказание – его смысл исправления, то есть возвращение народа к вере в Бога, и храм – место, где это происходит. То есть храм – это просто такая точка на земле, где все эти события должны происходить. Надо же им где-то происходить. Если случится в стране голод, если случится мор, если погибнет хлеб от суховей или плесени, если налетит саранча, если враг осадит город, какая бы беда и напасть ни случились, о чем бы ни молил тебя, о чем бы ни просил тебя кто-нибудь из народа твоего Израиля, скорби и страданий, простирая руки к этому храму, услышь его молитву с небес, где ты пребываешь, и помилуй. Воздай каждому по делам его, зная, что у кого на сердце, ведь один лишь ты знаешь, что на сердце у человека. И пусть они боятся и почитают тебя, идут по твоему пути всю жизнь, живя на земле, которую ты даровал отцам нашим. Храм — точка привязки народа к своему Богу, ритуальной, смысловой, молитвенной, покаянной, всякой. Но только для своего народа. И даже если чужеземец, не принадлежащий к народу твоему Израилю, придет из дальней страны ради твоего великого имени, вот с самого начала храма — это еще и место притяжения для иноверцев, для иноземцев. Ради руки твоей мощной, десницы простерты. Если придет он помолиться к этому храму, то услышь его с небес из вечного жилища твоего и исполни все, о чем он попросит. Пусть все народы земли познают имя твое, пусть они боятся и почитают себя так же, как почитает себя народ твой Израиль, и пусть знают, что именем твоим осенен этот храм мною построенный. Тоже ведь понятно, да, значит, соответственно, все, что происходит так или иначе в религиозной жизни Израиля, оно становится знамением для всех остальных народов, и они рано или поздно могут прийти туда. Если народ твой пойдет на войну против врагов, туда, куда ты его поведешь, не по своей решимости с кем-то поквитаться, но по твоей воле, и будет молиться Господа, обратясь лицом к городу, который ты избрал, а не в походе, значит, они обращаются к Иерусалиму, к своей родине лицом, и к храму, который я построил для имени твоего, то услышь в небесах молитвы и прошения, будь им заступником. Победа на войне – это то, что даруется Богом и в определенной ситуации. Если же они согрешат пред тобой, ведь нет человека, который бы не грешил, и прогневавшись на них, ты отдашь их в руки врагов и уведут их в плен, угонят в страну далекую или близкую. Если там, в той стране, где они будут в плену, они всем сердцем раскаются. Если там, в стране тех, кто пленил их, они вернутся к тебе. А здесь, между прочим, та самая ситуация, которая уже состоялась, это ситуация возвращения из плена, в которой пишется сама книга и записывается пророчество о том, что будет. Если там, в стране, те, кто пленил их, они вернутся к тебе, станут себя умолять и скажут, согрешили, мы преступны, мы и виновны. То есть покаяние, которое выражается прежде всего, в признании своей коллективной ответственности. Как ни странно может это прозвучать. То есть мы, как народ, мы солидарны. Если там, в стране своих врагов, угнавших их в плен, они обратятся к тебе всем сердцем и всею душою и станут молиться тебе, обратясь лицом к стране, которую ты дал их отцам, городу, который ты избрал, и к храму, который я построил для имени твоего, услышь тогда с небеса, с твоего жилища, их молитву и прошение. Будь им заступником. Прости народ твой, который согрешил пред тобою. Боже мой, обрати свой взор, прислушайся к молитвам, возносимым на этом месте. Ну и после того, как вот эта длинная молитва, а может быть, скорее проповедь для народа, она же во всеуслышании перед людьми произносится. Вот для чего нам храм, что мы с ним будем делать? Это место нашей встречи с Богом, который не живет в нем, но который особым образом внимает молитвам и тем вообще событиям, которые происходят в его храме и рядом с ним. И завершается эта молитва Соломона. «Восстань, Господи Божий, и войди в место обитания твоего, ты и могучий твой ковчег». Ковчег вообще-то уже перенесли, но вот еще и Бог должен войти, а не только предмет, который его символизирует. «Да облекутся во спасение твои священники, и верные да возрадуются доброте твоей. Господи Божий, не отвергни своего помазанника, и не оставь своей милостью раба твоего Давида». И Соломон здесь, как наследник царя Давида, молится, собственно, о всей династии, обо всем народе. Как эта молитва будет принята, об этом следующая седьмая глава. ました. Продолжение следует...